Здравствуйте! Сегодня в этой третьей части рассказа о пространственной модели мне хотелось бы затронуть моменты, каким образом и как в пространстве появляется большое многообразие феноменов и большое многообразие материи должно поддерживаться в модели ее необыкновенными свойствами естественно которые будут основываться на комплементарности то есть под словом комплементарность я буду подразумевать совпадение движений сочетание движений но прежде мне хотелось бы напомнить что было в предыдущей части предыдущей части предполагалась модель пространство движения линий поля электрических и магнитных причем электрические предполагаются как суперпозиция левых винтовых движений то есть спиральный канал распространения энергии в котором все движения левые левые и только левая линия магнитного поля это спиральный канал распространения энергии в котором все движения правое правое и только правое то есть линия магнитного поля это суперпозиция левых винтовых движений при этом предполагалось что последовательность изменения расстояний между линиями спиральных каналах будет подчиняться следующим математическим формулам и соотношение в канале будут следующими расстояние длина шага винтовых линий и длина линий за один шаг использование предыдущих показанных формул на предыдущем слайде позволяет нам моделировать пространственное положение линий в определенные моменты напряжу их напряженности при заданных условиях пространственным фактором количество линии то есть увлекаемых увлекаемых линий поля и количество спиральных каналов в потоке при изменении напряженности при угле наклона при определенных углах наклона между четными и нечетными линиями мы видим что в определенных моментах происходит взаимное сечение линий друг с другом то есть пространстве могут образовываться пущности из которых в которых могут образуют образовываться точки пересечения линий которых может образовываться векторы которые истекают то есть источники источники поля сложного строения о чем это это говорит о том что данная модель позволяет моделировать то бесконечное многообразие природных явлений при изменении напряженности электрических и магнитных полей и прогнозировать возможное возможные варианты в следствие в результате пересечения линий между друг другом предыдущие лет предыдущей части рассматривался рассматривалась модель фотона при взаимном осевом движении электрических и магнитных линий в местах сечения которых происходит увеличение скорости потока восемь раз при этом существуют места в этих областях сечения в которых скорость потока увеличивается происходит сильное сжатие и потом резкое разрежение это модель предполагается это упрощенная модель которая предполагается как основная для образования водяного пара в атмосфере по методу здесь и сейчас естественно что принцип образования водяного пара значительно сложнее но модель фотона как одновременного движения энергии спиральных каналов электрических и магнитных линий она является для существования в пространстве единственное как самоподдерживающие так как в местах сечения происходит сильное усиление скорости поля второй момент взаим взаимодействие полей в пространстве для варианта возникновения спиральных каналов потоков которых есть спиральный с каналом с количеством два кроме фотона есть еще винтовые структуры из магнитного поля линии магнитного поля и линии электрического поля рассмотрим случай что линию магнитного поля захватил поток который ее вытянул тогда силы образованные при растяжении линий будут противонаправлены и взаимное кручение линий магнитного поля будет влево это рассмотрим на примере электрической линии электрическая линия спиральный канал в котором все движения левые левые и только левые при усилении потока в линии то есть при растяжении спирального канала получаем вращение вращения 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 то есть ротора вправо при направлении потока по линиям вот в эту сторону ротор вправо при направлении потока здесь ротор относительно вектора основного распространения вправо соответственно в центральной центральной по центральной оси между линиями электрического поля происходит встречное движение и соответственно происходит кручение то силовое воздействие линий поля в точке воздействия и кручение будет вправо вот для левосторонней спирали при их ее растяжение показан вот на этом опыте ротор вращения при усилении потока будет вправо естественно при ослаблении влево итак это варианты возникновения спирального канала с коэффициентом 2 для этого случая пространственное расположение линий вдоль распространение увеличение напряженности линии будет соответствующим образом для этого случая характерно что при углах наклона линий относительно друг друга спиральном канале они не пересекаются то есть для каждой линии в этом в этом случае свое соответствующее место в отличие от предыдущего случая когда мы рассматривали один спиральный канал когда у нас спиральных каналов в скрутке 2 мы имеем своеобразную пространственную структуру которой есть характерные места пересечений такие как при угле угле наклона гамма-1 то есть при угле наклона линий линий с четным номером относительно нечетных номеров 6 68 градусов пущенности пересечений потоков по разным линиям количество которых 4 произойдут при 63 целых и 4 десятых градусов а также при угле при углах наклона гамма-1 38 градусов и при углах на угле наклона гамма-1 26 но в потоке может быть кроме 1 спирального канала или 2 спиральных каналов может быть и большее количество рассмотрим случай когда спиральных каналов потоки 3 физики и механики и в радиотехники этот случай используется уже давно это случай трехфазного изменения напряжения в механизмах в этом случае происходит вращение если мы спиральном если в потоке будем иметь три спиральных канала то механика их взаимного сечения будет следующий она будет основана на комплементарности пространственных движений внутри спирального канала в разных фазовых состояниях рассмотрим образование механических взаимодействия между линиями 1 2 и 3 на простой прочной модели в начале момент напряженность линия 1 уменьшается напряженность линия 3 возрастает но по гармоническому колебанию относительно вектор распространения в обратную сторону то есть напряженность будет обратная первоначально избранной как положительная при уменьшении напряженность электрической линии происходит пондромоторный эффект то есть ротор вращение поля образованного при изменении напряженности влево в третьей линии при увеличении напряженности отрицательной напряженности линии происходит происходит пондромоторный эффект тоже с ротором в левую сторону соответственно рассматривая это на рисунке для линии 1 и 3 у линия 1 при ее ослаблении напряженности линия 1 сжимается и происходит пондромоторный эффект с ротором движения в левую сторону линия 3 сжимается и увеличивается напряженность в линии в сторону обратную выбранную нами как положительная и в ней происходит пондромоторный эффект с ротором в левую сторону относительно вектора распространение выбрано как положительный еще раз уменьшение напряжения в первой линии и увеличение напряженности в линии 3 относительно нас и то и другое и тот и другой ротор для нас будет в левую сторону соответственно в местах взаимодействия спиральных каналов в потоке получается встречные движения и возникает кручение кручение будет в левую сторону тогда линия 1 и линия 3 и делают кувырок между собой влево при изменении при последующем изменении фазы происходит правый кувырок между линии номер 2 и линии номер 3 так как при увеличении напряженности в линии номер 2 происходит левый происходит правый ротор мы знаем для электрической линии а при уменьшении напряженности линии номер 3 тоже происходит относительно первоначального распространения как положительный тоже левый ротор хотя для нее будет он правым но для нас он будет левым но для для него будет левым а для нас он будет правым происходит правый кувырок при дальнейшем изменении фазы между спиральными каналами между первой и второй происходит левый кувырок и первый кувырок между первой и третьей правый кувырок и так далее то есть при измене при гармоническом изменении фазы всех трех спиральных каналов при разности их фаз 60 градусов при их одновременном движении в пространстве происходит их переплетание по принципу косички при этом при этом при этом напряженность в них постоянно меняется и в определенной напряженности одного из спиральных каналов соответствует напряженность напряженность линий в других каналах которым соответствует свои вполне конкретные углы наклона причем когда мы рассматривали взаимодействие между линиями с крутящими моментами то есть тот момент когда происходит кувырок между ними то напряженность в линиях соответствовала углам наклона четных и нечетных линий 77 и 13 градусов то есть 0,86 от 90 градусов на на этом графике показан порядок изменения радиусов линий токов в спиральных каналах при коэффициенте равном 3 то есть у нас в потоке есть 3 канала при этом в каждом из них углы наклона в процессе изменения от 90 до 0 то есть при изменении одной четверти одной четверти одной четверти гармонического полный полный цикл гармонического изменения углы будут соответствует расстояние от центра спирального канала будут соответствовать вот этим углам при этом мы будем иметь пущности при углах наклона 71,7 64 основные пущности и 34,5 градуса соответственно этим углам для одного канала мы в зависимости от его положения и для их взаимных сечений внутри самого канала для их взаимных сечений мы можем прогнозировать их расстояние взаимное расстояние и взаимное пересечение между их линиями то есть образование пущностей в пространстве именно в то время усиления напряженности в одном каком-то из спиральных каналов то есть мы имеем место и направление вылета импульсов с определенной скоростью и подобренным углом импульсов потоков то есть истоки в направлении вылета из истоков силовых потоков которые будут образоваться в пущностях рассматривая случай с коэффициентом k равным 4 то есть количество спиральных каналов потоки равен 4 тоже можно будет рассматривать вполне определенные для этого случая углы наклона и расстояния образования пущностей в пространстве относительно оси распространения потока этот случай характерен для факта когда у нас в потоке встречаются допустим два электрических два спиральных канала электрической энергии и магнитной энергии то есть спиральные каналы с левовинтовой структурой или и спиральные каналы с правовинтовой структурой которые организуются взаимно по принципу комплементарности то есть поддерживанию движений переходя к случаю спирального канала с равным 5 следует сказать что это соотношение сил в пространстве очень существенно и может быть даже существеннее чем то когда мы рассматривали модель фотона здесь также есть совместное движение энергий но уже энергий когда есть три спиральных канала с энергией магнитной или три с электрической и они захватывают в своем движении спиральный канал с другой энергией ну так как только электрическим и магнитным линиям свойственно пересекаться так одинаковым энергиям то есть электрическим с электрическими только перекрещиваться так же как и магнитные с магнитными перекрещиваются пересекаются только энергии с разным направлением движения то есть электрические с магнитными могут пересекаться Поэтому мы рассматриваем именно 3 плюс 2, то есть 3 энергия, магнитная, электрическая и захваченная линия ими электрическая или магнитная. Примерная схема этого уже показывалась именно в этом случае. Здесь подразумевался захват линий магнитной и электрической потоком. Модель взаимодействия между линиями показана здесь. Для нее характерно то, что частота для поддержания движения в этой модели, именно 3 плюс 2, характерно соотношение частот. На этом графике показаны 3 электрические и 2 магнитные. Они противофазные. Соотношение частот между линией в линиях с электрическим полем, а относительно линий с магнитным полем, показывают на этом графике, как 3 вторых. Линия поля трехфазная уже рассматривалась предыдущая, СК-3. Для линии поля с характеристикой магнитной противофазной следует сказать, что в пространстве, согласно рассматриваемой модели, это естественное соотношение сил, когда происходят противонаправленные движения между спиральных каналах. На этом графике показаны соответствующие моменты пущностей, то есть пересечений в линиях спиральных каналов и расстояние от центра основного распространения энергии. То есть расстояние и углы наклона. Модель пространственного соотношения спиральных каналов в потоке 3 плюс 2 является, по моему мнению, основной в природе и именно она должна быть при образовании пара в атмосфере, то есть при синтезе воды. И заканчиваю рассмотрение взаимоотношения между спиральными каналами в пространстве моделью фотонной структуры 3 плюс 3. Для нее тоже есть свои характерные углы наклона, при которых происходят спущности с определенными углами наклона четных и нечетных друг относительно друга. И, соответственно, они определяют углы наклона вылета импульсов, потоков энергии, то есть являются источниками импульсного вылета энергии в пространстве. В процессе взаимодействия энергии электрические и магнитные во время их взаимного распространения.